В святковатне дня славянской едности уловия начинается заурочистская литургия, которую проводит патриарший экзарг Беларуси Павел, у имя добрени и миру. Господи, благослови нас, дай нам не хворобы, а житё, спевая хор. На Лоевской земле это слово звучать особливо актуально. Миновито тут, на берегах Днепра, в осенью 43-го года, началась битва, которая поклала початок к вызволению Беларуси. Правда, отрывано, эта перемога была дорогой ценой. Только на территории Лоевских районов загинули больше 10 тысяч червона армейцев, как узгадывать удельники этих боев, Днепр был червоном от криви. В этом году, по инициативе местовых жахаров, тут открыли мемориальный комплекс с выставой боевой техники и стелами, на яких увековечены имены 365 героев Советского Союза, які змагались на Лоевским плацдарме. До речи, сяроды, кто вызволял Беларусь, было шмат россиян и украинцев. Сегодня представники этих краин приняли удел в суместном светочном концерте. Шоу у Вогля оказалось масштабным и запоминальным не только для его удельников. На одной сцене академичный ансамбль песни и танца у Збройных сил Республики Беларусь и студенты Гомельского державного университета транспорту, Белорусский державный университет культуры и акробатичная группа 4-й спортивной школы Олимпийских резерву, хореографичный ансамбль из Бранска и Житомира. Приехали с большим желанием, с отличным настроением. Некоторые студенты уже бывали, но некоторые действительно впервые. Очень интересно было сегодня просто приехать к своим братьям, друзьям. Починающая с 1969 года Белорусско-Российско-Украинский форум проходил каля монумента дружбы на скрыжевании границ трех краин. Але зараз по шергу причин место сустречи пришлось изменить. Организаторы кажуть, что минавито Лою обраны не вопадкова. Розные часы гэтые земли належили Чарнеговскому и Киевскому князцам, кувакодили в склад Великого князства Литовского и Российской империи. С 1926 года Луевщина заявляется территорией Белоруссии. У наших народов шмат огоньных сторонок в историческом минулом. И сегодня об этом есть подстава нагадать еще раз. Мы к этому мероприятию особо готовимся, потому что считаем, славяне это тот народ, это те люди, которые действительно на протяжении многих десятилетий, тысячелетий поддерживали друг друга и относились каждый как к брату. Поэтому мы сегодня встречаем, встречаем наши области и старались сделать так, чтобы им здесь было хорошо и понравилось. Для того, чтобы нам, нашему поколению, думать о будущем, о том, что будет завтра, нам нужно воспитывать подрастающее поколение, нашу молодежь. От того, как мы их воспитаем, что мы им привьем, так они будут в дальнейшем жить, работать, строить и деловые, и экономические отношения. Выстава ретро-аутомобилев, реконструкция послевоенного города, организаторы селеднего форума, просвеченного Дню молоди, и мкнулися сделать программу интересной для всех, у тим лику аматеров народной творчести, которых запросили у город Майстров. Пожарные сябры, сегодня улови великое свято, и гостина зъезжалася багато-багато. Вам секрет поведомляю, з усяго российска, из белорусска окраю, зъехалися сюды музыканты и співаки, плотники и бандары, кавали и ганчары и вселяких справ маэстри, лазерных, дратяных, берестяных и глиняных. Город Майстров в этом году трамвался интернациональным. Свои работы представили белорусские и российские маэстри. Сегодня только у Гомесской области старожитные рамёствы одорожают и заховываются кля 500 человек. У тим лику работники специализованных центров. Разба по древу, выроб лодок, кавальства, каства рушняков по селке Паясов. Усім гэтам знакомитая Гомешина. Причем гэтая заслуги оценены на самом высоким узровнем. Неглебский сельский центр каства Ветковского района селита отремов премию президента Беларуси за духовное одорожение. Что-то джеса далейшого лесу международного фестиваля в Славянске Морде, то сегодня спрагнозовать его тяжко, бо у наступном годе примать форум повинен украинский бок. Але одно можно сказать за усвою певненностью. Супрацовництво региону Беларуси, России и Украины буде притягиваться обовязково. В делегациях председателей, президенты, директора торгово-промышленных палат могу сказать, что деловое сотрудничество между нашими регионами не прекращалось, не прекращается сегодня и не будет прекращаться завтра. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Злоева.